Большеглазый карангс – одна из самых заметных, крупных, красивых рифовых рыб эндопацифики. У них серостальные и серебристые бока с темной горизонтальной чертой по средней линии в задней части тела. Большеглазые карангсы живут от Красного моря и Восточной Африки до Восточной Пацифики, то есть до Тихоокеанского побережья Америки. Днем они часто собираются в большие стаи, и такая стая – желанная встреча для любого аквалангиста. Эти стаи очень красивы, иногда они завиваются в торнадо, поднимаются от дна до поверхности, рассыпаются и, конечно, очень радует наш глаз. По латыни рыба называется «карангс сексфосциатус», то есть шестиполосый карангс, что довольно нелепо, потому что у взрослых рыб никаких полос на теле нет. Шесть вертикальных полос на теле есть у мальков. У молодых рыб еще можно угадать эти неясные полосы. Посмотрите, здесь кое-где это заметно. Большеглазые карангсы демонстрируют несколько интересных вариантов поведения, которые несложно наблюдать под водой. Во время ухаживания самцы темнеют и, преследуя самку, становятся совершенно черными. Иногда вся стая разбивается на пары черных и белых рыб, как будто каждая рыба плавает со своей тенью. Очень красиво, здорово за этим наблюдать. Здесь показано такое поведение от самого восточного до самого западного краев ареала. Вот эта съемка из Красного моря, из Южного Судана. Перед этим был такой же эпизод с Сокорро из Восточной Пацифики. Еще одна занятная черта поведения всех карангсов, и большеглазых в том числе, они любят тереться об акул. Часто прижимаются, трутся, чешутся об ака-акулы. Видно им это очень нравится. Часто можно видеть, как стайка карангсов поджидает акулу, прям бросается к ней и начинает чесаться. В книжках пишут, что они так избавляются от паразитов. Возможно, действительно, шкура акул шершавая, как наждачка. Молодь большеглазых карангсов пропорциями тела отличается от взрослых. Они короче и зрительно выглядят более высокотелыми. Спиной анальные плавники выглядят более длинными. Получается, они формой тела похожи на ладошку. Молодые большеглазые карангсы очень смешно реагируют на пукающий звук. Если вынуть легочник изо рта и сделать вот так, то вся стая кидается и очень интересуется источником этого звука. Смешно, что это работает на каждой стае только один раз. Прекращаешь этот звук, они расплываются, и больше на такой звук не реагируют. Вот такие особенности поведения большеглазых карангсов можно наблюдать при встрече с ними в разных морях Индопацифики.